Буквально два часа будет классная вечеринка, но сейчас еще битрисдей в самом разгаре и у нас ближайшие 30 минут довольно сложная тема. Сложная потому, что по общению с коллегами с процессами в каждых компаниях далеко не всегда все хорошо. Естественно, она очень обширная, поднять за 30 минут довольно сложно ее, потому что и много книг про бизнес-процессы пишут, можно целые лекции читать и так далее. Я пойдусь по верхам, поделюсь опытом нашей компании. Те, кто со мной еще ранее не знаком, я Дмитрий Ваганов, аккаунт-директор интерактивного агентства ARTV, приехал из Санкт-Петербурга, там находится наш этап-квартира. В принципе, компания уже 15 лет на рынке, но более четкой кардинальным бизнес-процессом мы занимаемся последние лет пять. Наверное, это связано прежде всего с тем, что, во-первых, мы внедрили корпоративный портал, начали его развивать и так далее. В общем, рассмотрю понятие бизнес-процессов разных сторон и поговорим, что где… О, интересно, как он прыгнул. В принципе, что такое бизнес-процессы? Мне нравится, наверное, пример такой пришел в голову из строительства. Знаете, когда заливают бетон, используют всегда арматуру. Такая какая-то внутренняя инфраструктура, позволяет этой конструкции не развалиться. Вот мне кажется, с бизнес-процессами очень можно подобную аналогию провести. Потому что вся вот внутренняя инфраструктура компании – это и есть бизнес-процесс. Если даже какой-то элемент там пошатнется, это в общем компания выдержит любые проблемы. Вопрос зачем? Ну, я думаю, конечно, многие понимают, зачем нужно внедрять бизнес-процессы, но, к сожалению, не все это делают. Мы постоянно все сталкиваемся с одними и теми же ошибками. Ну, допустим, менеджер перед тем, как отдать в работу дизайнеру дизайн-макеты, не получил подписанные, например, прототипы. А потом возникли проблемы, когда клиент начал что-то переделывать. И как-то сослаться на ранее полученный результат, потому что подписанных макетов нет, сложно. Грубо говоря, забыли. Потом из-за того, что забыли, начинаем тратить время. Свои деньги иногда приходится, потому что потратить определенное количество часов в случае какой-то ошибки. Или там дизайнер мог забыть поставить логотип копирайтов во время разработки концепции дизайна. И можно об этом случайно вспомнить, но вот забыли. Вспомнить уже позже. А клиент уже подписал макет. И вы опять, как руководитель, начинаете тратить свое время на то, чтобы решить этот как-то вопрос. Но на самом деле это все нездорово. И так получается, что вы больше занимаетесь решением каких-то проблем, как руководитель, чем в операционной деятельности, где вы были бы более полезны. Ну, внедрение бизнес-процессов, естественно, позволит создать какое-то единое понимание деятельности в компании, ну, естественно, разных подразделений. Естественно, это отражается и на новых сотрудников. То есть, во-первых, та команда, которая есть, ну, приходит, допустим, новый сотрудник. Естественно, этот человек мог ранее работать и получить опыт совершенно других компаний, других студий. И, возможно, унес свои взгляды. Если у вас ничего не формализовано, все придется говорить на словах. Естественно, вы что-то сразу забудете. Если все-таки есть какая-то определенная формализация или автоматизация, ему будет внести свои мысли, корректировки довольно сложнее. Это меньше для вас проблем от этого будет. Ну, естественно, когда вы уже в бизнес-процессы внедрены, есть возможность заниматься их оптимизацией. Но это уже в том случае, когда все хорошо, и вот они внедрены, и есть возможность посмотреть, как это там все работает. От сотрудников обратную связь получить. А может быть, что-то сделать по-другому. Может быть, мы сделали там что-то не так. Простыми словами, мне кажется, вот… Сейчас, секунду. На вопрос, зачем, можно ответить этой фразой. Чтобы хотя бы на две недели ваш бизнес не потерял ход без вас. А то знаю я отпуска топ-менеджеров или совладельцев бизнеса, когда вот на лежаке, но с ноутбуком. И, к сожалению, от этого никто отойти не может. Идеальный вариант, чтобы вы могли отдохнуть хотя бы две недели, не думая о том, что там все развалится. Вот это, конечно, наверное, главная заслуга бизнес-процессов. Второй вопрос, когда? Относительно жизненного цикла компании. Ну, так уж получилось, у нас в России все все делают в последнюю очередь. Пока гром не грянет, никто ничего, шевелиться не будет. И поэтому… Это на самом деле не только в веб-бизнесе. Мы общаемся с разными клиентами, которые, например, приходят к внедрению Bitrix24. Они уже вроде как давно на рынке, но до сих пор пользуются какими-то экселями. У них там беспорядок с документами и так далее, и так далее, и так далее. То есть большинство приходит к оптимизации бизнес-процессов только тогда, когда операционной деятельностью становится заниматься практически невозможно. То есть когда мы больше времени тратим на решение проблем, чем на главную деятельность, которая приносит основной доход компании. Наверное, почему? Ну, это вообще в принципе в России очень частая проблема, все делать в последнюю очередь. Вот есть проблема, давайте ее решать. А подумать стратегически на самом деле мало кто любит. Опять же, когда лучше заниматься с точки зрения жизненного цикла компании? На мой взгляд, сразу после становления бизнеса. Ну, сразу же начинать, вот там, не знаю, завтра открыли компанию, заниматься бизнес-процессами, наверное, не стоит. Сначала нужно найти свое место на рынке, нужно собрать команду, понять свое позиционирование, как-то создать ход бизнеса, чтобы ежемесячно получать определенную долю прибыли, прибыли, которая позволит компании в дальнейшем существовать и развиваться. Вот когда на этот этап бизнес выходит, можно дальше уже смотреть и вот создавать этот плацдар, внутреннюю инфраструктуру, вот бизнес-процессы. Есть слово «кризис», все не очень любят это слово, но, наверное, все прекрасно понимают, что последний год-два на нашем рынке существуют проблемы у компаний с новыми, допустим, продажами, с доходами и так далее. Если сейчас проектов достаточно для того, чтобы обеспечивать людей зарплатой, как-то существовать, то, в принципе, у вас освобождается время сделать нужный задел, нужную инфраструктуру компании, чтобы в дальнейшем после того, как у вас появилось сразу, например, 10 заказов, все стало прекрасно, вы смогли с ними справиться. То есть, в принципе, кризис, если у вас не кассовый разрыв, потому что это совсем другие истории, там, естественно, бизнес-процессами заниматься не стоит. Если все плохо, там нужно продавать, бегать, суетиться и так далее, как-то сохранять команду. Нет, если, в принципе, более-менее, тогда как раз бизнес-процессами можно позаниматься, чтобы сразу, как только все будет хорошо, это дало определенный толчок к развитию. Переходим к вопросу «как». Ну, так уж исторически сложилось, как я говорил, что мы стараемся агрегировать всю автоматизацию в компании в корпоративном портале Bittrex. Мы начали с 2011 года, и очень много кастомного функционала туда внесли, связанное и с финансами, и с управлением, с планированием. Сейчас как раз я немножко с каждой стороны на разные процессы немножко посмотрю. И первый блок, который я хотел затронуть, это финансы. Ну, я думаю, что многие замечали такие пачки документов у себя на столе, на столе у менеджеров. И так уж получается, что в этих пачках, к сожалению, теряются важные документы. С документами две стороны. Ну, во-первых, важно получить оригиналы, сохранить их, положить в определенное место себя в офисе, в архив, так, чтобы они не потерялись. А с другой стороны, по документам нужно получать статусы. Это уже, скорее, такая автоматизация, чтобы вы понимали, что этот документ у вас уже точно есть. Не надо за него беспокоиться. С хранением документов каждый, я думаю, может решить самостоятельно, создать определенный архив, определенные там папки и так далее. Это можно там с бухгалтерией вопрос решить. Главное, не терять, чтобы можно было потом найти. А вот с автоматизацией мы решали таким образом. Ну, во-первых, мы в сделке, мы пользуемся CRM-кой Bittrex. Мы, допустим, оттачили документы. Сначала у нас была идея сканировать все подписанные документы и прикладывать в виде сканов. На самом деле это безумие оказалось, потому что попробовали месяц, все намучились. Я сам помню, реально лень это сканировать, что это за жизнь. Мы просто договорились с коллегами, что будем прикладывать в сделку последний вариант согласованных тех же вордов того или иного документа. Это в плане договоров, соглашений NDA. Вот, кстати, с соглашением NDA тоже интересная история. Чаще всего они подписываются на пресейле. Когда вот к нам обратился какой-то клиент, давайте подпишем, дальше будем общаться, обсуждать, сметировать и так далее. Окей, подписали NDA. Два-три месяца пресейла. Какой-нибудь крупный проект, допустим, полгода. Потом еще внедрение. И вот, наконец, мы пришли к моменту, когда наша пиар-служба решила сделать историю успеха на Битриксе, либо просто расположить кейс на нашем сайте. Пишет классную историю, и такой вопрос возникает. А мы с этим клиентом подписывали NDA или нет? Даже проект не помнит. Почти год прошел. И вот где это посмотреть? Ну вот, когда много раз на эти грабли наступили, мы в сделках ввели галочку «Подписанный NDA» и дальше приоттачили этот документ, чтобы тот же PR-менеджер или проект-менеджер быстро мог посмотреть и сказать, что мы можем выкладывать какую-то информацию, а что не можем, чтобы таких проблем не возникало. С точки зрения финансов, у финансов всегда есть две стороны. Скажем так, более открытая, более интимная. Интимная – это уже ваша прибыль и так далее. Наверное, там ничего автоматизировать не стоит. Каждый ведет так, как ему удобно. Есть, естественно, 1С, есть у каждого совладельца бизнеса свои инструменты фиксации расходов и так далее. Эту сторону лучше не рассматривать. Естественно, там есть свои варианты автоматизации процессов. Ну просто, я думаю, каждый может самостоятельно это решить. Рассмотрим вариант более публичный. Это решение вопросов с оплатами, с актами, с доходами. То, с чем работают обычно ваши менеджеры, ваши руководители, направление продаж или производства и так далее. Какая основная задача? В принципе, минимизировать участие бухгалтера в этих процессах. И чтобы бухгалтер скорее такой, как некая контролирующая норма была в данном случае. Мы написали свой кастомный функционал, который по каждому проекту позволяет добавлять счета, к каждому счету добавлять акты. И, естественно, у каждого такого позиции есть свой статус. Оплачено, не оплачено. Акт получили, либо там получили копию, или, допустим, не получили акт у клиента. И, допустим, аккаунт-директор, у него есть возможность сделать выкладку по всем недостающим актам по своим менеджерам. Или менеджер тоже может сделать такую выкладку, чтобы посмотреть, где ему срочно этот вопрос нужно решить. Потому что, например, у нас KPI привязана, естественно, к актам, к закрывашкам мы их называем. Ну, это реализация, по сути. И, в принципе, чтобы действительно работа была завершена и принята клиентом, мы всегда требуем оригинала акта. Ну, единственное послабление, иногда оригинал идет долго, пускай пришлют там сканированную копию. И так далее. Вот именно эти вещи в финансах стоит фиксировать и вести такой реестр. Продажи. Продажи, мое любимое. Мы довольно давно пользуемся CRM-кой от Bittrex. Сначала, скажу немножко так, мучились с лидами, но потом придумали автоконвертацию сделки и забыли, что такое лиды и работаем там на уровне сделок. У Bittrex 24 есть очень классное преимущество другими CRM-ками. Это возможность настраивать бизнес-процессы. Я помню, наверное, пару лет назад мы общались с коллегами из довольно топового агентства. Они рассказывали, у нас в компании такой вот руководитель продаж, он зануда. Он ходит и каждый день тыкает менеджер, не забудь проставить там тип клиента, не забудь добавить информацию с визиток. У нас на самом деле такого в компании нет, но мы вот за счет бизнес-процессов этого человека по сути заменили. Как это выглядит? Вот слева здесь примеры определенных уведомлений. То есть, например, если менеджер добавляет, у него есть сделка, он с ней работает, он переводит на статус «состоялась встреча». И в принципе CRM-ка не позволит ему поменять этот статус, она сразу дает ошибку и напоминание о том, что если состоялась встреча, не забудь добавить контакты, если они не добавлены. И в принципе по разным статусам есть свои условия, которые постоянно напоминают, что какие-то поля не заполнены, таким образом мы актуализируем данные в CRM. Есть такие же разные напоминалки, что, например, более пяти дней ничего не делалось по сделке, которая на статусе уточнения информации. Но явно, что за пять дней должна хоть какая-то информация проявиться, иначе мы просто эту сделку можем потерять. А что нам позволит сделать качественный сбор информации по сделкам? Это актуальная база, по которой можно хоть как-то сегментироваться, посмотреть, какие сделки, например, были проиграны. Но с ними тоже можно работать. Во-первых, это база e-mail, в которой можно делать какую-то рассылку. Это, опять же, повод менеджеру прозвонить, а все ли там было хорошо. То есть быстрая возможность пройтись по сделкам, которые там были провальными, ну или просто проиграли в честной борьбе, все бывает. Либо с текущими клиентами у нас появилась, например, какая-нибудь новая услуга, акция и так далее. Мы можем сделать выборку и сделать небольшую рассылку, как-то таргетировать информацию в социальных сетях. Такую рекламу можно сделать. Если у вас актуальная база в СРМ, все это позволительно. По сути, это уже дальнейшие действия по СРМ-маркетингу. Про воронку много говорить не буду. Я думаю, все прекрасно знают ее важность. То, что нужно смотреть на каждом этапе воронки, где просадка, и думать, как с этим жить. В принципе, очень важно, чтобы эти данные собирались. Если они есть, то у вас будет просто повод посмотреть и подумать, а где же мы проседаем. Самое интересное, можно сделать ту же воронку по определенному менеджеру и посмотреть, и сравнить их. Может, у кого-то с чем-то проблема. Но опять же, никакое СРМ не заменит реальной коммуникации с клиентами. Когда мы работаем в B2B сегменте, в высокоценовом сегменте, СРМ позволяет менеджеру что-то не забывать. Но при этом сами продажи делаются прежде всего и сдаются с помощью коммуникаций. На прошлой партнерке я выступал с темой про лайфхаки в B2B-продажах. И там разные практики, которым, по сути, нужно учить менеджеров. Как это можно автоматизировать? Практически никак. Ну, единственное, мы стараемся, чтобы та информация, которая уже накопилась, тот базис, мы как-то могли донести новым менеджерам, рассказать, презентовать, объяснить, почему важно, например, погружаться в бизнес-клиента и говорить с ним на одном языке, что такое управление вниманием на встречах, что лучше работать на ОПРов, и почему именно на них там нужно делать акцент. По коммерческому, кстати, может быть определенный формат его создания. Например, очень важно сделать хорошие заготовки для разных типов клиентов. Вот пришел e-commerce проект, опа, есть заготовка, там, не знаю, 10 проектов с описанием, какие мы классные, и какую там конверсию в каких проектах достигли. Если пришел там промо-сайт, подборка под промо и так далее. Но при этом в любом случае должен быть определенный стандарт, но в этом стандарте должна быть возможность сделать коммерческое не шаблонным. То есть написать, описать видение проекта, может быть архитектуру программную какую-то, если это технически сложный проект и так далее. Вот. На самом деле по продажам все, просто времени у нас немного, поэтому буду идти дальше. Производство. По производству, естественно, процессов, ну, огромное количество, потому что производство затрагивает как и проектный отдел, менеджмент, так и локальные направления, фронт-энд, бэк-энд, дизайн, аналитика, отдел аналитики, отдел проектирования. И в каждом, естественно, свои правила. На что хочу акцентировать внимание. Сначала на планирование. Это фиксация определенных планов, разработка планов ежемесячных, ежеквартальных, а потом фиксация результатов и, естественно, сравнение одно с другим. Слева на принт-скрине определенный календарный план, на который выставляются задачи на сотрудников. Мы, опять же, продолжая работать с нашим корпоративным порталом, сделали себе возможность из проектов создавать задачи и выставлять их на определенные дни и фиксировать по ним, ну, какое количество часов сотрудник потратил на ту или иную задачу. Таким образом, мы можем посмотреть суммарный срез по этапу проекта, по всему проекту, насколько он был рентабельный, потому что мы уже видим, сколько часов мы потратили на тот или иной этап. Это уже, да, скорее уже к фиксации результата. А по планированию, естественно, должен быть ежемесячный план по реализации, он должен корректироваться еженедельно. Ну и также обязательно нужно смотреть наперед, это где-то на месяца три, потому что если мы видим, что, например, по фронт-энду у нас через месяц будет целый наплыв задач, вот сейчас там, не знаю, уже защищаются дизайны таких-то таких-то проектов, сразу нужно подумать, это что нам делать? Либо нам сейчас нового фронт-эндера брать, тогда нужно заглянуть дальше, а что у нас еще будет там с третьей четвертый месяц? Сможем ли мы его обеспечить там нужной загрузкой? Или тогда мы просто поищем подряд, который нам сделает качественную работу. По подряду вообще должна быть в любом случае у руководителя направления уже заготовка, те подряды, которые его никогда не подводили, с которым можно быстро обратиться в случае лавинной какой-то нагрузки. По планированию, естественно, кроме нагрузки, в аккаунт-группах, естественно, планирование по реализации должно быть. То есть это все одно цепляет другое. Если мы планируем, что в этом месяце закроем такой-то этап, значит нам нужно условно 100 часов программистов и нужно, допустим, там 10 часов аналитика. Это значит, что это, допустим, в начале месяца. Это значит, уже эти часы пойдут на план, на разработку и так далее. Одно цепляет другое. И если, например, на разработке мы что-то не успели, то это повлияет на реализацию. Уже реализацию не дополучим. Это нужно отслеживать, чтобы таких проблем не было. Общие регламенты и процессы. Ну, во-первых, для менеджеров должно быть понимание в зависимости от проекта последовательность действий. Если, например, проект у нас промо, значит начинаем с этого. То есть это такой формализованный процесс. Он должен быть, пускай это будет PDF-файл, где определяется стандартная блок-схема, но там пока не понятно, что, зачем менеджер должен сделать. Не будет проблем, что кто-то что-то забыл. И, естественно, по проекту нужно ввести единую карточку проекта, чтобы информация не была разрозненной. Это вот проблема, когда начинаешь вспоминать, а где у меня верстка, ой, а здесь у меня не последние макеты, так, а что у меня с требованием по верстке, ой, я забыл ТЗ выложить, она у меня на компьютере осталась, в облаке нет и так далее. И вот вечно эти проблемы создают временные потери у сотрудников и у команды, проектной команды. Естественно, у каждого отдела должны быть свои чек-листы. Если создается верстка, то определенные чек-листы проверки. Определенная система приоритетов проектов. То есть, например, если так уж сложилось, там три проекта или три задачи должны быть завершены в ближайшие два дня, то у них все равно должен быть расставлен приоритет определенный. Если там пришла, например, задача из поддержки, там SLA, там нельзя нарушить SLA. Если, например, какой-то этап из этих трех задач там не проплачен, опа, он сразу, приоритет понижается. Мы не получили предоплату. И пусть менеджер бежит и суетится, чтобы он получил предоплату, объяснил клиенту, как это важно. Иначе его задача там не стартанет в ближайшие два дня или, может быть, не стартанет в ближайшие 10 дней. Ну, это я уже утрирую и так далее. То есть, какая-то такая система приоритетов должна быть. Каждый руководитель соответствующего направления должен, наверное, обеспечить пониманием своих сотрудников, какая среда должна быть разработки. Контроль версии. Ну, чтобы можно было создать возможность работы нескольких сотрудников на одном и том же проекте. По тестированию. У многих компаний, к сожалению, своего QA-специалиста нет. У нас есть, когда он у нас появлялся, мы как раз разрабатывали процесс, что сначала задача идет, например, на QA-специалиста, он смотрит, как она поставлена, отдает программисту, сам его получает, смотрит результат, тестирует, а потом проекту отдает. То есть, грубо говоря, такой определенный процесс. Ну, там в зависимости от типа задачи. То есть, опять же, это должно быть разработано в компании, продумано, как это действует, чтобы не было каких-то обходных путей, ой, забыли протестировать и так далее, и так далее. Ну, и про лавинную загрузку специалистов, что должен быть проверенный подряд, всегда это очень актуально. Поддержка. По поддержке, опять же, много рассуждений. Каждый в компании по-своему к ней относится. Кто-то делает обособленные подразделения, у кого-то те же менеджеры, которые разрабатывали проект, в дальнейшем этот проект и поддерживают. Мы за годы развития пришли к тому, что у нас все-таки это обособленное поднаправление, по крайней мере, с точки зрения менеджмента. В продакшн он все-таки объединен и используется. Просто есть определенный, опять же, приоритет. Есть специалисты, программисты, которые больше относятся к саппорту и работают прежде всего по задачам поддержки. Таким образом нам нужно обеспечить СЛА. Если пришла какая-то срочная задача от клиента, а все программисты, допустим, заняты на крупных проектах, такого быть не должно. Естественно, нужен человек, который в первую очередь поддержкой займется. На самом деле это глобальная проблема, потому что так уж сложилось, программисты не очень любят поддержку, не каждый к этому готов. И так уж получается, что, наверное, люди, которые занимаются только поддержкой, это скорее такой джуниор формат. Ну, поэтому мы интегрируем. Если сложная задача, то все равно и Team Lead может ей заняться, потому что это наши проекты, которые, например, мы разрабатывали, мы их прекрасно знаем. А если что-то срочное и мелкое, мы отдаем, допустим, формату джуниору, чтобы он быстро сделал, и никакого негатива от клиента мы не получили. Но есть определенные регламенты, типы обращений, система мониторинга. Например, хорошая практика, чтобы, если что-то случилось с проектом, не клиент вам позвонил, что у меня там, у меня сайт не работает, а вы уже позвонили клиенту и сказали, что ваш сайт сейчас не работает, потому что мы там все делаем все возможное, либо связались с вашим хостинг-провайдером, потому что он там что-то не сделал. Таким образом, вы, конечно, покажете довольно сильный аккаунтинг клиента, и он будет все больше и больше вам доверять. Особый контроль за актами и счетами, потому что я пометил этот пункт, в поддержке большое количество работ ежемесячно проходит, естественно, объем счетов и актов гораздо больше, чем в продакшене. И руководитель отдела поддержки должен, скажем так, быть более еще бдителен в плане получения документов и оплат, чтобы не росла та же дебиторская задолженность. есть прекрасное направление HR, но это скорее процессы, от которых можно отойти в сторону, они будут упрощать нам жизнь. Ну потому что все уходят в воду, появляются новые сотрудники, кто-то увольняется. В битрексе есть бизнес-процессы, и можно настроить таким образом, что в случае того или иного события автоматически будут создаваться необходимые задачи. Например, если там новый сотрудник, то необходимо подготовить, там, системно-администратору идет задача подготовить рабочее место, потом техническому директору придет задача, что необходимо подготовить почту, аккаунты и так далее, так далее, так далее. Чтобы постоянно не забывать, например, какой-то отдел сотрудника не берем, там, более полугода, его руководитель просто уже забыла, что нужно сделать, чтобы у него появился этот человек. А есть какой-то просто 10 норм, который просто надо сделать. На самом деле, я близок к концу, это, наверное, такое напутствие, с чего нужно начать. Нужно сначала формализовывать процессы, потом максимально их, какие возможно, автоматизировать, ну и в дальнейшем заниматься актуализацией, потому что есть понятие фактор роста, из года в год компания растет, и те процессы, которые вы продумали, там, не знаю, год назад, они уже могут быть неактуальны, и за этим нужно следить. Ну и что будет, если все будет хорошо, я думаю, помните этот слайд, когда вы на лежаке и без ноутбука. На самом деле все. Есть пара вопросиков, Алексей озвучит сейчас. Антон Суминов спрашивает, правильно ли я понял, что вы от лидов отказались и пользуетесь только функционалом сделок. Если пользуетесь, где грань между лидами и сделками? Как вы определяете, куда добавить ту или иную заявку? Объясню. В принципе, по идеологии Битрикса лид — это что-то мимолетное. Грубо говоря, это интерес. То есть, если появилась, допустим, регистрация интереса клиента, он обратился, мы должны его добавить в лид, если пообщались и чувствуем, что он, в принципе, клиент адекватный и подходит под какие-то наши критерии, мы его конвертируем в сделки. Но это такая диалогия Битрикса. Есть такая замечательная кнопка конвертация. Но так уж сложилось. Вот у нас этого надзирателя в компании не было, и вот эту конвертацию кнопку мало кто нажимал. И вот у нас была проблема, что часть почему-то сделок до сих пор живут на уровне лида, а часть уже на уровне сделок. И чтобы как-то стандартизировать этот процесс, мы сделали автоконвертацию. То есть, если что-то падает в лиды, включается автоматический бизнес-процесс, который все это конвертирует в сделку. У сделки есть стандартные статусы. Не обработан, принят в работу и поехали, поехали, поехали. Последние статы, которые закрывающие, их несколько. Ну, это, естественно, самый красивый статус — это клиент оплатил. А вот некрасивых статусов, их около четырех видов, потому что мы отслеживаем, например, отказ нет бюджета, отказ не нашего услуга и так далее, чтобы можно было потом хоть провести определенную статистику, сколько запросов было тех или иных. Ну, надеюсь, ответил. Спасибо. Ну, тут еще Денис Цветов задал вопрос. Наверное, такие больше личного характера. Каких условиях вы можете поделиться своим кастомным функционалом по финансам? Каких условиях? Я думаю, вы личной встречей обговорите. Да-да-да. Все. Ну, у меня вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Давайте еще раз поаплодируем.